друзья мы первый день сегодня работали на академичке у нас здесь класс я провожу класс мастер-класс по живописи пейзажа и дождь сегодня пошел дождь плюс 5 что работать в дождь маслом это не удовольствие ну мы спрятались под крышей в принципе тут такие места что с любой точки под крышей или не под крышей виды такие что можно никуда не уходить и писать целый день до что день люди сюда приезжают со всей страны место намоленное сюда приезжал жил много раз работал илья ефимович репин и многие многие великие большие мастера я очень люблю сюда приезжать в любую погоду в любое время года зимой ну как-то прям особенно перепады высот озеро река постройки музей репина баня сегодня кстати баня в пятницу и по-моему завтра тоже ради бани стоит приехать приезжайте те кто не успел приехать опоздал вижу по лицам что все работают с удовольствием энтузиазм большой ну место такое что пьете по глазам вижу что нет очень комфортно номера мастерская ну правда душ конечно такой из времен я не знаю илья ефим черепина очень хочется надеяться что найдутся средства чтобы это привести в порядок но в этом тоже есть какой-то кайф ощутить первозданность бытия ради этих мест стоит а кстати может быть даже есть такие специальные туры там где душ совковый там где полы такие вот все ну свежо в мастерской но зато пластиковые окна наконец-то не так давно по моему поставлены но уже года два три они по моему есть завтра обещает подморозить так что мы пойдем спустимся туда к озеру к баньке там прекрасные виды будут новые репортажи новые этюды свежие вопросы мне пришли а что если не нравится не понравился темный фон на натюрморте ситникова спрашивает как его можно переделать на светлый я за то чтобы писать с натуры потому что натура даже если вы пишете изнутри мы всегда пишем изнутри натура подсказывает отношения тональные между какими-то предметами даже если они не попадают буквально вот не надо буквально списывать то что вы видите но вы же видите эти предметы как они друг другу относятся по тону по среднему тону берите поэтому не нравится вам натюрморт темный фон ну сделайте если вы с натуры пишите сделайте ему светлый партен ткань повестили вообще ивета как-то мне говорил посмотрите своим студентам она год я рассказывала разве посмотрите на натюрморты например или на какие-то постановки ну больших мастеров ну серова например вы где-нибудь увидите тряпки ну тряпьё вот это вот как у нас в натюрмортах учебных учебных заведениях развешивают тряпьё всякое нет среда просто окуните этот натюрморт в светлую среду и вы увидите богатство тональных отношений но в любом помещении это можно сделать на улице нет но в помещении скорее всего вы пишите поверните чуть в другую сторону посмотрите что за ним смотрите в расфокусе и берите богатство тональных отношений выстраивайте эти связи и меняйте темный фон на светлый мне кажется так что думаете друзья на этот счет ольга д слава хотелось бы поговорить о подписи работы расскажите какими принципами руководствуетесь когда ставите подпись где уместнее и разместить но композиционно смотрите в каком углу она также это же часть композиции цвет берите такой чтобы она не слишком притягивала внимание но и создавала какую-то поддержку каким-то цветам размер и так далее одна дама мы работали в черногории наталья ее зовут не буду называть фамилию я и не вспомню это было давно и она писала значит работу ну работа я не знаю 30 на 40 до написала и подпись сделала в пол картины ну вот я подошел говорю наташ ну вот посмотри mercedes например маленький шильдик или какой-нибудь honda то есть фирма любит скромность чем круче художник тем скромнее подпись потому что качество это качество дизайна ходовые части автомобиль так и здесь качество живописи важнее чем в подпись на картине ну чуть-чуть там где-нибудь в уголке я придумал букву кей к первое начальное слово маяфа буквы моей фамилии буквочку к красненькую там такая стилизованная ставлю кстати хорошая идея можете из линолевым ножом вырезать прям такой вот трафаретик и печать такую а можно заказать мне кажется печать то есть нарисуйте какую-то залихват сквыда и наберите в интернете как сделать печать из нее там они вытравит и сделать вам печати будет квадратника какая-нибудь а там в этой подписи вы можете уж как сделать можно такую красивую сделать подпись мне такая идея пришла мне кажется надо сделать ну и проработайте дизайн подписи посмотрите разные подписи у художников больших сальвадор дали посмотрите какая элегантность то есть это же тоже часть работы маленькая но часть важная часть так что успехов вячеслав купила ваши уроки и вопрос достаточно ли набора красок чтобы начать ну цорн писал четырьмя красками черный кость наверное жженая охра красная типа киноврия не помню мудреное название и белила все и посмотрите какие достигал цвета какие растяжки цвета из этих четырех конечно достаточно а набор это же целых 12 цветов я предпочитаю работать все таки тюбиками красками не из набора потому что там богатство цветов они дают очень сложные оттенки но начать можно вот с этих 12 единственное купите белил просто большой какой-нибудь хороший тюбик белил я пишу титановыми белилами кто-то пишет и титановыми и цинковыми потому что цинковые они жижи у мастер-класса у других производителей наоборот и жидко это значит такая она лессировочная краска более прозрачная а когда нужно набрать такую вот фактуру то я беру я вообще титан напишу потому что если мне нужно жидко прокрасить я просто окунул в растворитель замешу пожиже и прокрою так что успехов юзер 14 zz понимаешь ли популярная сейчас буква малярным большим шпателем накидать еще быстрее живее живописнее вышло бы это такой подколка такая ну к работе одной батон ну да кстати шпателем большим вот у меня например мастихин в мастерок такой и ведь не важно чем вы пишете и кстати тот же баток как-то брал прям малярный не то что шпатель а валик большой огромный им пытался писать но не пытался писал это же тоже новый инструмент который тебя если есть мышление такой верный нам путь дорога по которой ты идешь но ты же пройдешь и на лыжах я не знаю на ходулях и на велосипеде по этой дороге проекты не свернешь с этого пути если он у тебя в мозгах есть если его нет конечно будут подколки типа вашу если это подколка извините если нет то ну что тогда нормально может это действительно вы так предлагаете шпатель но так и делает важно и обрети важно обрести мышление видение и тогда вот перед тобой огромные возможности на этой на этой дороге на этом пути ты можешь свернуть туда заглянуть там цветы порвать там ручьи воды из ручьика попить но ты вернешься на эту дорогу и продолжишь путь ты не заблудишься там не останешься не залюбойся какая тут красота и тут я тут останусь нет ты пойдешь дальше опять из принципа неодинаковости решаем ветки то есть они нам как подсказка для того чтобы здесь посочинять вот эту неодинаковость это уже часть работы любое убирание это это тоже это тоже мазок то можно воспринимать никакой протокольности это как бы вся эта ситуация лишь повод для того чтобы вот покупаться в этой неодинаковости вот в оригинальности как он тут хорош и уже может быть здесь и не добавлять то есть я не пересчитываю как там есть да я решаю на этой основе свою композицию вот повторение до любое повторение уничтожаем вот к этому плану я за него зацепился берем небо из неба плотнее но на чуть-чуть у нас еще должен быть снег и снег не белый тут все очень так сдержанно ну вот я это вижу что здесь некая теплота по отношению к этому да вот она через холодно даже смотри у меня здесь холодно есть вот 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 ну прыгаешь за пределы своих решений предыдущих ну не с точки зрения выхода на неожиданное решение так что вы пишите пишите а потом раз в творчество как вот сейчас у Наташи у нее там там дождь пошел, и она не прописывается, это может быть решение. Как краски называются? Краски по ткани и по керамике. Краски по ткани и по керамике. А можно спиной повернуться, дама? Да подождите, я не успеваю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова